Итак, друзья, всем привет! Небольшое видео о планировании. Один из самых распространенных вопросов, которые мне задают, не связанный с темой фотографии, это «Как я всё успеваю?». И в этом видео мне хочется рассказать о своей системе. Она будет применима в любом случае, независимо пользуетесь вы бумажными ежедневниками, либо какими-то другими приложениями. Я прочитал несколько книг по планированию, пересмотрел очень много видео, все, какие смог найти по этой теме. Есть всего лишь два момента, на которые нужно обязательно обратить внимание, и вы очень быстро привыкнете заниматься планированием и намного повысите свою работоспособность. Первый очевидный и очень простой. Планированием нужно заниматься каждый день, каждый вечер. Вам нужно каждый вечер выделять 10-15 минут на планирование, и тогда ваша работоспособность будет намного больше, эффективность работы будет намного больше, это 100%. Вся суть кроется во втором пункте, и именно несоблюдение и незнание его приводит к тому, что большинство людей, занимающихся планированием, очень быстро его прекращают. Большинство людей, покупая ежедневники, очень четко распланируют свой день, с 3 до 4 у них встреча с клиентами, потом следующий момент, следующий момент, следующий момент, все очень сложно, а клиенты в 3 часа опоздали, с ними засиделись подольше и у вас на 2 часа все сдвинулось и в итоге у вас весь день пошел не так, как вы планировали и все перечеркнулось. Самый важный и ключевой момент, о котором говорится во всех толковых видео и книгах по планированию, по таймингу заключается в немного другом подходе именно к вашим задачам. Первое, вам нужно обязательно делить задачи на обязательные и необязательные, дополнительные, это очень важно. И что еще важнее, обязательных дел, которые обязательно нужно сделать, должно быть не более 2-3 в день. Если вы несколько лет позанимаетесь планированием и у вас это все будет классно получаться, возможно вы увеличите число этих заданий до 4, максимум 5, но вряд ли. По сути именно в этом и заключается вся сложность и искусство тайминга, именно умение выделить 2-3 самых необходимых дела. Именно те действия, которые просто необходимо сделать завтра, иначе у вас будут какие-то большие проблемы, неприятности, неуспевания по срокам и прочее. Если у вас, как вы не стараетесь, на какой-то момент получается, что вот есть 5-6 дел, которые просто необходимо сделать, иначе все капец, все рухнет, в любом случае вам нужно выделить 3 самых жестких из них. 3 момента, без которых все рухнет быстрее, чем без следующих 3. Если вы будете делать больше обязательных дел, у вас очень часто будут проходить сбои, график будет сбиваться, и вы будете все не успевать, это все будет очень неудобно и идти как попало. Это проверено огромным числом людей, и опять же все толковые книги и видео об этой теме говорят именно об этом. Итак, как это делаю я? Каждый вечер за компьютером на большом экране я открываю Google календарь. Эту вкладку мы закрываем сбоку, чтобы у нас все поле было занято только датами. И я создаю 2-3 необходимых дела, которых мне 100% нужно сделать. Их я всегда буду помечать сереньким, позже поймете почему. А здесь я пишу некое дело, какое мне надо сделать, пусть это будет дело номер 1. Оно точно мне важно, чтобы оно было завтра сделано, и у него есть время. Допустим, в 12 мне нужна встреча с какими-то клиентами. Здесь пишу его название, но если есть какие-то пометки, здесь снизу тоже можно сделать, но тут все понятно. Я выбираю только время начала встречи, а не выбираю концовку, не трачу на это время. И делаю всегда, это очень важно, большие расстояния между обязательными делами. Потому что может произойти много всего непредвиденного. Между вашими теми обязательными жизненно необходимыми делами должны быть большие промежутки с учетом большинства непредвиденных ситуаций. На 12 у меня сохранилось первое дело. Есть у меня некое второе дело, которое у меня будет идти не весь день, и начнется оно в 17. Оно тоже будет сереньким. Но если надо, что-то дополнение делаю. И допустим, у меня, не дай бог, было еще и третье какое-то очень важное дело, которое у меня будет также не весь день, и начнется оно в 20.30. То есть я все сел, выделил те дела, которые просто жизненно необходимо будет делать мне завтра. После этого идет несколько необязательных дел, но которые желательно вам сделать. А если у вас было 6 жизненно необходимых, то идет первых 3, которые расписаны по времени, которые вы обязаны успеть, иначе будет все совсем ужасно. И дальше идут 3 оставшихся. Ну или не дай бог больше. Во всех книгах и видео, которые больше всего внушали доверие, проходит такая тема, что планированием нужно занимать не более 60% своего рабочего времени. Иначе вы будете точно не успевать, иначе у вас будут постоянные накладки, нештатные ситуации, и все будет идти как попало. То есть если у вас есть, а вы выделили, что будет 9 часов работать, вот часов 5 вы можете занять, там может быть чуть больше, но нежелательно. И в большинстве источников говорится о том, что если вы только начинаете заниматься планированием, привыкать к планированию, то обязательные дела вообще должны занимать не более 20-30%, а остальные там как получится, но тоже очень мало. Менее половины дня у вас должно быть запланировано, а остальное под притирки должно быть. Потом, чем больше у вас будет опыта, чем дольше вы будете заниматься, тем поплотнее вы можете это все делать. И теперь создайте необязательные дела. Первое какое-то дело, которое мне очень бы хотелось сделать завтра, есть. второе какое-то дело, которое мне также бы хотелось сделать завтра. Я не ставлю в этих делах время, потому что я буду их решать по ситуации в перерывах между этими, если вообще получится. И цвет синий, просто потому что в гугле этот цвет идет по умолчанию, когда мы редактируем, он сразу предлагает сделать синим, просто чтобы не тратить время на перекраску. Есть еще третий тип записи, в разных источниках он называется по-разному, я его называю геморрой, это когда у нас появляются какие-то непредвиденные ситуации, которые нам бы надо в ближайшее время решить, но фиг знает, когда мы этим будем заниматься. Начал у вас болеть зуб, и вы понимаете, что скоро надо будет идти к зубному, но пока не ясно, когда выделить время. Создается еще одно действие, оно записывается красным, ну и называется. Допустим, вот сегодня у нас 9 декабря, я сижу вечером 9 декабря, планирую все на 10 декабря, вот я запланировал, и наступило 10 декабря, проходит день, и вечером я сажусь за следующий день. Это задание я выполнил вчера, все, я его могу удалить. А это задание, которое не обязательно, я не успел сделать, поэтому я его переношу на 11, потому что оно мне все-таки нужно. И я понимаю, что с зубами я в ближайшее время не решу на этой неделе вопрос, но в середине следующей, скорее всего, можно их будет заняться, поэтому я их пока вообще туда уберу, не так сильно они у меня болят. После этого, когда я все перенес, то, что у нас прошло сзади, то есть, если сегодня вечер 10 числа, все, что раньше, должно быть только сереньким. Никаких ни синих, ни красных записей не должно остаться. И после этого все здесь то же самое. То есть, я создаю некое дело, которое обязательно у меня будет по времени. Допустим, завтра повезло, оно будет только одно, у меня начнется в 17. Это то, что мне надо обязательно сделать. Может так получиться, что я сегодня все-таки не успел одно из этих дел сделать, тогда я его тоже перенесу сюда, там уже по времени подвигаю и решу, когда это дело сделать мне. И, возможно, да, если у меня одно обязательное задание, то тогда, скорее всего, у меня появится побольше необязательных заданий. Вечером 11 числа может получиться так, что я пойму, что у меня что-то с машиной там происходит, и мне нужно в автосервис еще заехать, но, опять же, не критично, и у меня появился еще один геморрой, который мне в ближайшее время желательно бы решить. И потом я его там тоже решу, там, на середину следующей недели, или потом туда переделать. И, то есть, у меня будут такие красные циферки, которые, геморройные дела, которые будут периодически все уходить и уходить вперед, но они у меня будут постоянно перед глазами, и я буду про них помнить и знать, что надо все-таки этими делами заняться, просто непонятно, когда еще сделать. Если я точно запланирую, что я вот пойду на зубы вот этого числа, все, мы договорились со стоматологом, то я зайду сюда, поменяю цвет на серый и запишу уже по времени, насколько мы там договорились с ним. Все, один геморрой у меня исчез. Потом мне останется куда-то точно запланировать машину и прочее. Важнейшим моментом в планировании это умение выделить не более трех дел, которые необходимо сделать завтра, иначе все будет ужасно, и отделить дела, которые менее необходимы. Здесь еще документ задачи. Список дел, которые вам необходимо когда-либо сделать. И, по сути, для этого списка как раз подходят вот наши красные дела геморрои. Но я одно время им пользовался, но оказалось на практике не сильно удобно, потому что, смотрите, если я его открою, он займет у нас много времени, места, и календарь станет меньше. Если он у меня закрытый, то я его вообще не вижу, и могу днями забывать заходить, не видеть и забывать про эти дела, которые у меня важные красным отмечены, геморройные дела. Когда они у меня красненькие, постоянно перед глазами, когда я их постоянно передвигаю все дальше и дальше, в скорость выполнения этих дел, когда ты уже двигаешь, 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 и понимаешь, что все-таки уже пора менять, пора выбирать точное время для этого неприятного дела какого-либо, не сильно спешного, а так дела решаются намного быстрее. Есть еще один момент, когда я, допустим, сижу и понимаю, у меня появилась идея, что, допустим, вот в январе было бы классно сделать какой-то там проект, какую-то штуку. Не знаю когда, но на январь я его запланирую. И на каждое первое число месяца у меня создаются тоже серенькие такие, чтобы они потом не отвлекали. Я их пишу 0.1, чтобы они были в самом верху, потому что тут идет упорядочение по названию. Я пишу 0.1 и там фотосессия рождественская какая-нибудь. Просто что-то, что мне пришло в голову, что в январе можно заняться этой темой. То есть я потом уже, когда ближе к январю буду подходить, я буду понимать, как это что лучше распланировать, но чтобы какие-то идеи, которые появились, какие проекты и штуки можно сделать в каждом месяце, чтобы они у меня где-то хранились, я их записываю на первое число каждого месяца. И последний момент, на котором хотелось бы заострить внимание, все-таки безопасность, потому что в любой момент некие страны могут быть отключены от Google, либо самим Google что-то произойдет, чтобы не произошло никаких нештатных ситуаций, нужно сохранять еще на компьютере или там распечатывать, либо просто у себя на компе хранить. Нажимаем на шестеренку, у нас есть момент распечатать. И он нам вот так вот показывает с этими записями лист, который будет. То есть мы когда нажмем распечатать, мы его сохраним, и он к нам на комп сохранится. Если мы его откроем, мы видим только вот первые слова, и уже на сохраненном варианте мы не можем посмотреть, что там было, какая-то внутренняя информация и прочее. Поэтому все дела, которые ни в коем случае нельзя промотать, и в которых у меня есть связь с клиентами, допустим, за полгода мне в декабре, мне молодожены записались на июнь, на следующий. Неизвестно, что будет с Google через год в июне. Поэтому когда такие дела, штуки, которые нельзя потерять, я пишу название, в смысле это свадьба, то это цв. чтобы все это было видно. И дальше номер телефона одного из клиентов. Там 900. То есть записываю так, чтобы здесь у меня был именно номер виден, прямо вот здесь на глазах. То есть я уже понимаю, что если св и номер, это у меня свадьба. Если там какая-то другая аббревиатура, то это какое-то другое дело, но оно очень важно, и оно задолго запланировано, чтобы его не потерять. И когда я сохраню его для печати, здесь он у меня будет вот виден. То есть в этих сохраненных уже джипешках будет видно номер телефона. И если случится какое-то ЧП с Google, что-то пошло не так, да, информацию здесь какие-то в дополнительном описании, там договоренности и прочее, я их потеряю, но номер телефона у меня не потеряется. Ну и последнее могу точно вам подтвердить. Трата каждый день 10-15 минут на именно вот эти занятия на планирование очень сильно увеличивает вашу работоспособность и именно количество работы, которую вы выполняете. Особенно если вы будете очень правильно выбирать не более трех обязательных дел и несколько дополнительных дел. И важнейшим моментом для хорошего результата будет жить следующий день так, чтобы обязательно выполнить как минимум эти 2-3 дела. Даже если у вас есть еще 2-3 дополнительных дела, которые тоже вроде как важны, но вы в любом случае должны выполнить именно те, которые вы вчера подумали накануне, поняли, что вот без них будет хуже всего, именно их в первую очередь. Если вы их выполнили, все, планированию удалось, вы молодцы. Если вы еще выполнили дополнительные дела, вы вообще красавчики и у вас все будет круто. Ну и Google полностью бесплатный, то есть на компе он бесплатный, скачиваете приложение календарь на телефон, оно бесплатно и у вас полная синхронизация. Единственное, что с телефона, каждый раз когда открываете, нажимаете кнопку обновить, потому что он не всегда автоматом обновляется, и вы можете там что-то не увидеть, что вчера записали в календаре на компьютере. А так это очень удобно, так как телефон у нас всегда с собой, и в любой момент, когда у меня появилась какая-то информация, которую мне нужно срочно записать, и надо будет внести в календарь, если нет времени носить нормально, аккуратно с телефона, я просто записываю это на следующий день, как попало, просто чтобы я вечером понял, о чем речь, и вечером уже спокойно подумал, обязательно, не обязательно дело, на какую дату и прочее. Надеюсь, было полезно, пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь в инстаграм, там много всего полезного, ну и буду очень сильно благодарен за лайк и колокольчик. Всем спасибо. Спасибо.